В эфире программа «Что произошло» в студии Евгений Анисимов. Прямо сейчас вы узнаете о том, чем нам запомнился 2018 год, о наших свершениях и провалах до конца этого часа. Подводим итоги. В соседней студии к очередному выпуску «Политпогоды» готовится Ксения Форова. Мы веселые медужины, мы похожи на арбузы. А теперь стриптиз. Ксения, чем это вы там занимаетесь? В смысле, чем занимаюсь? Развлекаю видеоинженеров, что за пультом сидят. Там, наверное, толпа уже в аппарат не собралась. Ясно все с вами. А мы начинаем. Естественно, что начинаем мы с пенсионной реформы. С того, чем, собственно, год прошедший запомнился. То, против чего многие годы методично выступал Владимир Путин под шумок чемпионата мира по футболу, когда и митинговать-то было нельзя. Пропихнули. Позже митинги разрешили, но было уже поздно. К тому времени закон уже приняли в Думе в двух чтениях. Потом и Путин в своем телеобращении его поддержал. Вот и стала Россия, пожалуй, единственной страной в мире, где пенсионный возраст превышает среднюю продолжительность жизни. А что еще такого было важного, о чем вы могли забыть? Ну, ралли в начале года произошла беспрецедентная по своим масштабам коммунальная авария. Все перемерзло. Вот, смотрите, сами. Сами вот так отогреваем. Ту сторону я еще как-то отогрел, а эту вот мы с ним уже несколько часов здесь. Поеду запаянил. Сами своими силами греете. Ну вот мы жильцы здесь живем. 2018 год начался с коммунальной аварии в Каменском городском округе Свердловской области. Вернее, это была целая серия аварий. Десятки тысяч человек сначала остались без тепла, а потом их в придачу еще и затопило канализацией. Женщина, 88 лет, живущая. Я не прошу ничего. Я только прошу, чтобы меня в этой сикой не давили. И почему-то никого-то не волнует. Ни районное начальство, ни наше начальство. Вот сейчас после вас начнут что-то делать. Ну почему? Когда на камеру, тогда что-нибудь делают. Как камеры нет, ничего не делают. Наша съемочная группа одной из первых прибыла на место ЧП. Глава района Сергей Белоусов на месте ликвидации аварии тоже появился. Но сначала мы там застали весьма неадекватно ведущего себя председателя районной думы Чемизова. То ли Чемизов хапнул на морозе и для сугреву грамм 400-500, то ли он в принципе ведет так себя в повседневной жизни. 34 минуты от нашей камеры бегал. Но потом на помощь ему пришел первый заместитель главы администрации района Кашкаров, который силой уволок Чемизова к себе в машину и потом, отъезжая, сбил нашего оператора. Уголовное дело на Кашкарову за наезд на журналиста до сих пор не возбудили. Да и сам Кашкаров все отрицает. Видимо, у камеры случились глюки, а травмы ноги у оператора сами собой появились. Я не наезжал. Правда, Чемизов объяснил свой поступок. Почему 34 минуты бегали от телекамеры? Просто убегали? Ну, скажем, в целом, эстетичные факты тоже нет. Включение были проведены на коммунии до этого думы, а срокая напряженно была, поэтому, ну, скажем так, не совсем комфортно было давать интервью в столе. Понятно, спасибо. По поводу уголовных дел. В распоряжении редакции имеется масса отказных материалов в отношении чиновников Каменской районной администрации. Причем в постановлениях этих об отказе возбуждения уголовных дел описан состав преступлений. Видимо, из-за этого и сняли начальника районной полиции Сергея Тананыхина и перевели его в куда меньший по размеру и, соответственно, по бюджету городок Полевской. Видимо, теперь в Полевской придется часто ездить. А еще отставки Тананыхина однозначно подсобила история с пытками детей теперь уже в знаменитом на всю Россию отделе полиции номер 24 города Каменск-Уральский. И его, то есть Тананыхина, откровенное вранье на пресс-конференциях. Несовершеннолетний, который якобы пострадал, 13 раз привлекался к уголовной ответственности. Даже жалко стало бюджетника. Он ведь в поте лица трудился сначала участковым, а потом и начальником городдела, чтобы построить себе вот это поместье. А тут его под одно место пнули в провинцию. И кто ж теперь такое купит? Ну разве только если кредит Сбербанке взять, залог землю с постройками отдать и кредит не выплатить. Ну это же 159-я статья мошенничества. Впрочем, уголовка бравому стражу порядка, похоже, светит в любом случае. За клевету на все тех же пресс-конференциях, что он улюбил устраивать в своем кабинете для подконтрольных журналистов. Следственный комитет уже занимается сим-полицаем. А трубы эти, что прорвало зимой, починили. Вот так. А еще вот так. И даже вот так. И все это на деньги резервного фонда бюджета Свердловской области. Пока наши корабли бороздят просторы Вселенной. Это выражение времен позднего СССР, похоже, скоро окончательно выйдет из нашего лексикона. Космодром Восточный, который и строился-то с грандиозными скандалами, никак заработать на полную мощь не может. Повсюду строительный брак. В космосе авария за аварией. Теперь даже ближайший наш партнер Казахстан выводит свои спутники на орбиту с космодрома на мысе Канаверал. Оказывается, пользоваться услугами американской компании SpaceX обходится в два раза дешевле, чем работать с Роскосмосом. А жителям российской глубинки явно не до космоса. Сухой Лог – это городок на Урале с большим бюджетом. Где за лоском центральных улиц скрываются такие трущобы, что вы и не видели. А что до бюджета, так он до народа и не доходит. Городом управляют бандиты. Вот в 21 веке вот так мы проживаем. У меня канализация была сделана по-другому. А в прошлом году все перемерзло. Пришлось вот эту времяночку сделать. Как жили люди в разрушенном доме, так и живут. Отходы своей жизнедеятельности выбрасывают за борт через эти трубы. И каждый раз, ложась спать, надеются, что эта ночь не станет последней в их жизни. Что дом не рухнет и не погребет их под своими завалами. Мэр города Валов отложил решение вопроса с домом на такой срок, чтобы эту проблему решал уже следующий мэр. Собственно, и его предшественники поступали точно так же. Те, кто получил место долгожданных квартир больничной палаты, тоже так и мерзнут в своих, так сказать, апартаментах. Бандитизм в городе процветает. Даже начальник городской полиции Басов недавно отправился за похищение людей на заслуженный отдых в места не столь отдаленные. Еще один тренд прошлого года – это этнические конфликты, как в позднем СССР. Карачаево-Черкесия, Ингушетия. В первом случае конфликт быстро урегулировали, во втором – заморозили. Несмотря на явное противостояние населения президенту республики Юнусбеку Евкурову и федеральным властям, несмотря на поддержку народа, местными силовиками, глава Чечни Грамзан Кадыров через федеральный центр продавил установление границы и обмен территориями. И несмотря на затишье, этот конфликт может вспыхнуть вновь в любой момент. В Кабардино-Балкарии же в конфликте не поставлена ни точка, ни запятая. В селе Кенделен, что в Кабардино-Балкарии, проходят массовые столкновения. Конфликт разгорелся между участниками конного похода к горе в честь знаменитой битвы 1708 года и местными жителями. Как сообщает портал регион-онлайн, поход был запланирован в честь 310-й годовщины Канжальской битвы, когда кабардинцы отказались платить дань и разгромили крымского хана. Участники акции планировали проехать маршрутом предков на конях, чтобы отдать дань памяти. Однако путь их проходил через село Кенделен, балкарское население которого выступило против конного шествия через их населенный пункт. Это связано со старинным конфликтом между двумя народностями. Несмотря на возможность столкновения, участники акции все же отправились в поход. Предупреждение о возможном конфликте получили и силовики. Они прибыли на место, чтобы гарантировать безопасность. Тем не менее, беспорядков избежать не удалось. В районе села Кенделен начались массовые столкновения. Судя по видеозаписям, с места событий в драках и стычках участвовали десятки людей. На записи также слышны звуки стрельбы из огнестрельного оружия. Стреляя в воздух, силовики пытались успокоить наиболее активных конфликтующих мужчин. Однако первая кровь уже пролилась. Есть пострадавшие. Местные знаменитости призывают стороны конфликта к примирению. Я прошу вас остановиться, разумиться и сделать красиво. Решите вопрос мирным путем и разойдитесь. Давайте мы, два народа, объединимся и не будем больше таких тем делать. А кто это зачиняет, зачинщики, гореть в аду? Передышка, так сказать. Не первая и не последняя стычка. Что же будет дальше, никто не знает. А в городке Северо-Уральск, где люди, боясь остаться без работы, вздрагивают каждый раз, когда слышат о санкциях в отношении олигарха Дерипаски, владеющего алюминиевым бизнесом, заправляет явно нездоровый мэр. И это ничего, что врачи уже сказали свое слово. Олигархам такие мэры очень выгодны. Они ж подпишут что угодно. И этот тоже понаподписывал. В городе Северо-Уральск, что в Свердловской области, весьма интересная ситуация. Очередники получают квартиры в разваливающихся с момента постройки домах. Была вот прямо вот, где дом стоит, вот этот, была детская площадка. На то время, 6 лет назад его установили туда, один из самых лучших в городе был детский комплекс. Сейчас вот стоит он в школе. Значит, его убрали, даже у них ума не хватило, чтобы его потом вернуть. Хотя бы вот вместо этого. Вот на этот дом, который на эскизе, был вообще самый лучший детский площадок. Вот в итоге поставили вот это. Обитатели ветхого жилья обвиняют в том, что они сами это жилье разрушили. Они мне предъявила мэрия около миллиона, 900 с чем-то там, ну почти миллион. Потому что предъявили, сказали, что это ты все разрушил, ты не жил здесь. Я говорю, ну я не мог физически здесь жить, я не ходил. У меня ноги не ходили вообще, и сейчас они не ходят. И судья на последнем заседании вот смотрит вот так вот на меня в упор и говорит, сейчас где-то отсюда кто-то уйдет, говорит, это обиженный. Дворы по федеральным программам ремонтируют абы как. И пытаются вырастить газоны на специально привезенных для этого горах строительного мусора. Ленина 43, вот наш дом, вошел в приоритетный проект. По поручению президента комфортная городская среда, благоустройство дворовых территорий. На 2017 год. Но сейчас уже 2018, пор не закончен. Жители Северо-Уральска написали мэру заявление с просьбой ликвидировать свалку, устроенную близкими к нему подрядчиками. Мэр Северо-Уральска, в свою очередь, обвинил жителей в организации этой свалки. Как видите, куски стен, спильные деревья и другой мусор привезли бабушки из окрестных домов. Вокруг города леса затоплены кислотой с полулегального медного рудника. А что говорит мэр? О! Здравствуйте, Василий Петрович. Вы опять за старое? Да, конечно. Пошлите поговорим. Ригидность лицевых мышц, специфика моторных реакций, вегетативные дисфункции. Все это говорит о том, что человек находится в состоянии растерянности, некоторой фрустрации, то есть недостижения желаемых форматов общения. И мы, конечно, можем говорить о специфике подросткового поведения. Ксения Форова, наверное, уже подготовилась, уже показала всем все, что хотела. И сейчас, скорее всего, расскажет вам о том, чем же жили слуги Государевой, о том, где свирепствуют магнитные бури, а где дуют ветра перемен. Наша постоянная и полюбившаяся зрителям рубрика «Полит погода». В студии я. Здравствуйте, Ксения Форова или новогодняя елка. Кому как больше нравится. Вы меня, конечно же, узнали. Сейчас я вам расскажу по традиции прогноз политпогоды, но на начало Нового года. В первой и второй декадах января в ряде регионов ожидается губернаторопад. Это как снегопад, только падают не с неба, а со своих кресел. И не снежинки, а чиновники высших каст региона во главе с губером. Такое природно-политическое явление ожидается в Смоленской и в Челябинской областях. Правда, на Южном Урале этого явления ждут уже довольно много. Вот только черная туча Кремля никак не громыхнет. А в ряде регионов творятся чудеса политической погоды. Оппозиционные политики, пришедшие к власти в регионах России, на протестной волне после пенсионной реформы творят вообще немыслимое бесчинство. Но некоторые вели себя хорошо, поэтому и получат подарки от Дедушки Мороза. Только не стоит забывать, как себя вели, такой подарок и получите. Итак, новый мэр Якутска Сардана Авксентьева обязала работников мэрии вместо новогоднего корпоратива провести благотворительные акции в детских домах и домах престарелых. Она уже распродает и внедорожники муниципальных чиновников. И, кстати, чиновников было предложено пересесть на уазики, стоявшие на балансе мэрии. Авксентьева также урезала бюджет на городские праздники и оптимизировала траты на неэффективную уборку города. Вот молодец, тетенька. А в Хабаровском крае Сергей Фургал более чем в два раза сократил доплаты к пенсиям губернатора, членов правительства и депутатов Краевой Думы. Экономия должна составить около 9 миллионов рублей в год. Эти средства будут направлены на выполнение социальных обязательств. Вопрос. Ну и как он до этого додумался? Неужели кто-то из людей загадал это желание на Новый год? Это еще не все, о чем мы хотели вам рассказать. Через неделю продолжение. Увидимся здесь же. На канале Крик ТВ на следующей неделе повторы самых интересных программ. О том, кому на Руси жить хорошо, а кому не очень. Смотрите в субботу в 2.30 и 14.30 по Москве. В воскресенье в 18 часов, а также повторы будут в четверг и в понедельник. Субтитры создавал DimaTorzok